Привет всем, вы на канале AndroNews. Перед тем, как записать видео с мнением после недели использования смартфона Xiaomi Mi 8, я решил вас ознакомить с SE-шкой, Xiaomi Mi 8 SE. И это будет мое первое мнение о продукте, непосредственно обзор и неопыт эксплуатации. Кстати, заспорю, что половине нашей команды этот смартфон понравился больше, чем стандартная восьмерка. Давайте разбираться. Друзья, я вас об этом не просил еще ни разу, но если вы являетесь постоянным нашим зрителем, прямо сейчас, пожалуйста, нажмите на колокольчик под этим роликом для того, чтобы получать первыми уведомления о том, что на нашем канале появилось новое видео. Спасибо. Для тех, кто не в курсе, думаю, сами догадались, что SE это упрощенная версия восьмерки. На презентации могло показаться, что их отличие заключается только в диагонали дисплея и технической части, но нет. Это два абсолютно разных устройства. Отличия заметны, начиная с упаковки. Да, нюанс не особо важный, тем не менее. Комплектация идентичная, включая зарядное устройство. Смартфоном поддерживается технология быстрой зарядки Quick Charge 3.0. В этом плане с Mi 8 их мало что отличает. Я думаю, вряд ли кто-то побежит покупать отдельный блочок с поддержкой технологии Quick Charge 4.0. Но вот внешний вид новинок схож только на изображениях в интернете. Версия SE больше напоминает Mi 4S. Собственно, ее можно смело назвать продолжателем рода, так как устройство одного класса. Такой себе Sony Style. Форма у смартфона по сравнению с Mi 8 более грубая. У последнего она более округлая. Простыми словами, обмылок. Тут кому что больше нравится. Главное отличие во внешнем виде девайсов – габариты. Более бюджетный вариант является и более компактным. У него заметно меньше высота и немного ширина. В целом, аппарат отлично лежит в руке. Многих порадует наличие инфракрасного порта на верхнем торце. Ранее этот атрибут в смартфонах Xiaomi был по умолчанию. Но в последнее время не все новинки бренда могут похвастаться данной функцией. Все остальные элементы корпуса остались на прежних местах. Еще одно отличие – текстурированная кнопка питания в младшей версии. Но вот что осталось без изменений – марка и стекло. Без чехла тут не обойтись. Ну или без тряпки. Кстати, комплектный чехол здорово портит внешний вид. Ну, как по мне. Плюс даже в нем основные камеры выступают. Новинка выпускается в следующих расцветках. Красный, синий, бежевый и черный. Только вот, ребята, смотрите, в чем ситуация. Черный цвет совсем не черный. Он вот такой вот темно-серый. Для того, чтобы вы понимали, в чем разница, в левой моей руке находится смартфон Mi 8 действительно в черном цвете. Плюс я прошу обратить ваше внимание на то, что в какой бы расцветке вы не купили смартфон, будь то синий цвет, либо же бежевый, все равно лицевая панель будет черная. Рамки не больше, чем у Mi 8. А учитывая, что это субфлагман, такое процентное соотношение дисплея ко всей лицевой части выглядит вообще круто. Большим удивлением для всех фанатов Xiaomi стал тот факт, что в свой продукт среднефлагманского класса производитель установил матрицу AMOLED. Конечно, тут можно говорить о вкусах, но объективно дисплей крутой. Для большего понимания он такой же, как и в восьмерке, только с меньшей диагональю. В настройках вы самостоятельно можете настроить цветопередачу под себя. И вот тут... Ладно, не буду спойлить об этом подробнее в следующем видео с Mi 8. О моноброве много говорить не буду. Она такая же огромная, как и у старшей версии. Но во всяком случае, её процентное соотношение такое же. Так-то она меньше. Отключить можно. Работает всё это дело так же криво, с отступом в пару миллиметров. На старте продаж из коробки смартфон работает под управлением Android версии 8.1 с MIUI 9.5. Тут ситуация в точности как с восьмеркой. На первый взгляд работает всё шустро. Тут нужно задать вопрос о стабильности работы. Но на него я отвечу в следующем видео. Разблокировка смартфона по лицу, во всяком случае, на момент записи этого видео работает, прямо скажем, хреново. Мало того, что скорость срабатывания 3-4 секунды, так в полной темноте вообще не работает. То есть инфракрасного датчика здесь нет, в отличие от Mi 8. Даже если настройках выбрать галочку, чтобы была подсветка дисплея, то есть всё равно это всё дело работает очень хреново. То есть поэтому на момент записи этого видео, то есть использоваться данной функцией некомфортно. Ну вот, а стандартный сканер работает вполне себе неплохо. Радует наличие функции Always-On Display. Но не радует отсутствие поддержки 20-го бенда для работы в 4G китайской версии. И отсутствие популярной нынче функции NFC. Да, смартфон за 330 долларов без NFC это норма для китайцев, а для нас большая потеря. Но есть ещё один важный момент, из-за которого версия SE обращает на себя внимание. Новый процессор Snapdragon 710, который сопоставим по производительности с флагманским чипсетом двухлетней давности, Snapdragon 821. Но при этом нам обещает лучше энергоэффективность. То есть современные игры должны быть для него не проблемой. Да что тут говорить, я уже успел установить самые популярные игрушки, и они идут на максималках без проблем. Многие могут ошибочно полагать, что камеры в Mi 8 и Mi 8 SE одинаковые, потому что основной модуль у них одинаковый. Sony AMX 363. На самом деле нет, так как оптика разная. Тем более в версии SE нет оптического зума. Второй модуль нужен исключительно для портретного режима. Плюс нет четырёхосевой оптической стабилизации. По сравнению с Mi 8, в условиях недостаточной освещенности он фотографирует хуже. Но рядовой пользователь вряд ли заметит большую разницу без кропов и просмотра на большом мониторе. В целом, очень даже неплохо. Вот вам ещё сравнение с младшим братом Redmi Note 5, для большего понимания картины. Тут SE показал себя лучше, опять-таки с небольшим отрывом. Днём, по сравнению с пятёркой, у SE лучше детализация, но HDR днём пока что лажает. С Mi 8 разницы при дневном свете я не заметил. Фронталка тут такая же, как и в восьмёрке. Очень даже достойный уровень. Ну и портретный режим. Тут без комментариев. По видеосъёмке сама картинка хорошая. Автофокус работает шустро. К перестройке экспозиции также претензий нет. Но вот стабилизации не хватает. И звук пишет так же паршивый, как и старший брат Mi 8. Кстати, о звуке. Мультимедийный динамик здесь один, и он не впечатлил. Он играет реально хуже, нежели Xiaomi Redmi Note 5, стоимость которого практически в два раза дешевле. То есть, звук громкий, звонок вы не пропустите. Ну а комфортное прослушивание музыки там вообще можно забыть. Сравнивал, кстати, и с Xiaomi Mi 8. Вот, он звучит громче, нежели с Xiaomi Mi 8. Вот, но частота звука хуже. По времени автономной работы пока что сказать трудно, так как об энергоэффективности процессора Snapdragon 710 я слышал только на словах. Если судить по Mi 8, то полного заряда должно хватать на световой день. В общем, в видео с опытом эксплуатации расскажу. Давайте разберёмся с ценами, и после уже будем подводить первые итоги. Mi 8 SE на момент записи этого обзора можно купить на Алиэкспресс от 319 долларов. Mi 6X версию 4.64 за 248 долларов. Redmi Note 5 версию 4.64 за 204 бакса. Все цены вы можете сравнивать, используя сервис e-каталог. Удобный инструмент для выбора смартфона и прочей электроники. Ссылку оставлю в описании. Напишите в комментариях, с каким из смартфонов от других брендов не Xiaomi. Вы хотели бы, чтобы я сравнил этот девайс? Ну, а пока что давайте подведём первые итоги, что понравилось смартфоне и не понравилось. Начнём с хорошего. Первое, что понравилось – дисплей. Второе – процессор. Третье – стоимость. Четвёртая – камера. К недостаткам, учитывая стоимость, могу отнести отсутствие 20-го бенда для работы в 4G и модуля NFC. Второе – громадная монобровь. Предварительно Mi 8 SE мне понравился. Да, субъективно мне больше нравятся округлые формы, нежели вот такие вот квадратные. Но я вам так могу сказать, что многие действительно гонялись за вот этим вот Sony стайлом, для того, чтобы были вот такие вот формы более квадратные, нежели скруглённые. Нет функции NFC – это плохо. Монобровь громадная – да, это плохо. Но этот смартфон подогнали по современной тренды, и я думаю, что многим он зайдёт. Так-то я понимаю, что за эту же сумму денег можно сейчас купить Mi Note 3, либо же Mi 6, и там нет моноброви, есть NFC, то есть сладкие действительно решения. Но вот такой вот получился Mi 8 SE, и лично я им остался доволен. Во всяком случае, потому что я увидел за вот такой вот нелительный срок эксплуатации. То есть более детально об этом устройстве я вам расскажу где-то через неделю. А пока что подписывайтесь на наш канал в YouTube, в Телеграме, ставьте пальцы вверх под этим роликом, и да пребудет с вами Android. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok